Партнер нашего подкаста – онлайн-школы психологических профессий «Психодемия». В одном глазу – Дин, а в другом – Сэм. Что это за загадочка, Юлия Константиновна? Это загадочка, которую мне было не так легко разгадать. Аналогично. Да, потому что то, о чём сегодня мы говорим, не является, скажем так, зоной моего приоритета. Конечно, безусловно, мы будем говорить про психологию много, которая является как раз-таки объектом и зоны моего интереса и приоритета. Но тот сериал, который мы будем обсуждать, несмотря на то, что у него огромное количество поклонников и фанатов. И сезонов. И сезонов. Мы с Юлечкой посмотрели, а сезонов 15, а мы на двоих только три посмотрели. Серии. Да. До этого момента. И понимаете, у нас-то в анамнезе у Юлечки Фишер, а у меня зачарованные шесть раз. И клон. И что нам делать? Знаете, как тяжело, ночь не спали, чтобы вот вам сегодня достоверно про синдром старшего брата донести. На основе сериала «Сверхъестественное». Да. Ещё так интересно всегда, когда, ну где-то я эти заставки видела всё-таки, где-то раньше, это «Супернатурал». И старенькая импала такая несётся по гладким дорогам США. Ну смотри, у тебя есть в анамнезе, как говоришь, зачарованные. Да, я сейчас про это… Это же не рядом разве? Я сейчас про это расскажу. Ну идея, по крайней мере, сериала, она вообще на чём основана? Дело. Те, кто не смотрел. Вот для тех, кто не смотрел. Друзья, если вдруг у вас есть 15 сезонов свободного времени. Кстати, сколько это интересно в минутах. Если вот у вас есть столько свободного времени, не знаете, чем вам свою голову занять? Чтобы сильно не думать, подчёркиваю, да, потому что если сейчас вот век сериалов интеллектуальных, медленных таких, знаете, динамика совсем другая, вроде как мы стали жить быстрее, однако же сериалы сейчас выходят, да, один сезон, 8 серий, там, или 3 сезона по 6 серий. Вот любимый российскими женщинами сериал «Нежность» с моей обожаемой Викторией Исаковой в главной роли, там вообще сериал по 20 минут идут в серии, и это прекрасно. В принципе, если бы с нами в студии была Татьяна Черниговская, она бы сказала, это замечательно, друзья, потому что человеческий мозг как раз способен, ну, там, 20 минут что-то усваивать. У нас уроки в школе по 40 минут длились, и этого много на самом деле. Потому что мозгу, ну, правда, нужно время для того, чтобы усвоить, переварить. Ну, смотри, я думаю, что не во всех сериалах нужно что-то усваивать. И вообще ради этого или они создаются? Юлечка, знаешь, если бы люди не усваивали, то тогда фанатские дома, как ты выразилась за кадром, не создавались бы, и они бы там косплей потом не делали, машину из картона бы не вырезали бы. И я думаю, что оно может быть и необязательно, но хочешь ты этого или нет, ты же сама знаешь, как устроена человеческая психика. Она что хочет сама, то и берет. Ну, интересно, сам формат длительных сериалов вообще. Кто эти люди, которые их смотрят? Это, слушай, это потрясающе. Вот мне, когда я... Это же само по себе, да, отдельный такой феномен. Вот эти вот многосерийные, вообще бесконечные сериалы. Многоэтажные. Это как к бывшему шесть раз вернуться или семь. А к бывшему шесть раз вернуться или семь, это как разогревать еду из-за вкусной точки, знаешь? Несколько раз. Да. Я что хочу сказать. Я когда была маленькой и смотрела мой любимый клон, да, я была подростком, была в десятом классе, мне он казался просто бесконечным. Каких-то 262 серий. Вообще вот залетают как в сухую землю, друзья. А тут 15 сезонов. В каждом сезоне что-то от 20... Ну, обычно 8-12. Если я вот не ошибаюсь, по-моему, у них самый короткий был четвертый сезон из-за забастовки киногильдии в Голливуде, и они там вроде как урезали. Быстрого свернулись. Ну, давай к вообще задумщику этого сериала. Чувак, который его придумал, его первый продюсер, шоураннер и создатель, он с детства был поражен, очарован и зачарован сериалами и фильмами о городских легендах, о всяких там сверхъестественных вещах, секретные материалы, да, как там еще называется, это все различные поверья, ужастики, страшилки и так далее. Ты знаешь, какое-то время, я сейчас немножко тебя так здесь перерыву, я вот помню, прям поголовно эти сериалы вот пошли, это вот что-то про вампиров, интервью вампиров, и Баффи, и как ее, господи, знали. Баффи, кстати, никогда не смотрела. Я тоже не смотрела, я просто помню, они вот очень похожи для меня, как и зачарованные, кстати, могу тебе сказать. Все шли очень рядышком. Так, давай мы не будем в суе упоминать базу, Юль, вот все-таки, давай, секретные материалы, зачарованные. Нет, секретные материалы — это отдельная история, вот там очень все интеллектуально. Сумеречная зона, это база. Ты что, серьезно? Серьезно. Считай, ты у костра в лагере не сидела. Какие там были серии, мама дорогая, по пять ночей не спала. Восемь лет мне было, я смотрела по СТС уже после отбоя. Там, знаешь, потом отбоя никакого быть не может после такого. Итак, Эрик Крипке, исполнительный продюсер первых трех сезонов. На четвертом сезоне он сдулся и сказал, что если до этого у нас не было проблем с креативом и хватит чесать там, где уже ничего не чешется, свернул свои полномочия, передал их следом. Ну и там дальше уже продюсеры менялись. Из-за того, что он был так пропитан вот этими всеми различными мистическими вещами, я думаю, что он как бармен такой взял это все и смешал в большое ведро. В чем обвиняют сериал? Сразу поговорим. Слушайте, друзья, 15 сезонов про ангелов и демонов, городские легенды умерших болотных девочек, стучащих молоточком мальчиков, каинов, люциферов. Невозможно говорить. Они потом уже сами об свою собственную мифологию спотыкались. Там уже были библейские мотивы, каббалистические, не знаю, там, мусульманские, какие угодно. И старые барыни-сундук, городские легенды и все на свете. Ну, слушайте, получилась такая огромная, невкусная к 15 сезону каша из мифов, легенд и религии. Кому это уже может быть интересно? Ты знаешь, я хочу тебе сказать такую историю, что я вот, ну, примерно, это же вот есть сериалы, когда идет, ну, из серии, из серии сюжет развивается, вытекает. Вот я сейчас недавно пересмотрела «Игры престола», в таком сезоне заканчивается, следующий начинается, ну... С чистого листа? Нет, не с чистого листа, как раз-таки в том-то и дело. А вот эти сериалы, которые вот как раз-таки с чистого листа каждой серии, там, как я понимаю, там устроены так, что, да, определенная серия, это определенный мифологический персонаж или что-то. Ну, как будто вся эта контель, про которую ты рассказала, она же не встроена во весь сериал. Ты же не герой всего сериала. Ну, вообще, в принципе, знаешь, я... Какие-то эпизодические роли? Я, когда изучала, посмотрела несколько обзоров на этот сериал, есть такие увлеченные киноманы, знаешь, которые там смотрят действительно это все, спаси их душу. И они потом людям, как мы, которые не способны 15 сезонов выдержать, они потом рассказывают, что там происходит. Там такая история, что все прикольно начиналось. Я провела потом параллель между вот ими и сверхъестественной и зачарованной. Тоже братско-сестринская история, да, плюс к этому семейная легенда, где есть такая, знаешь, структура неоригинальная. Семейная легенда, где есть почивший трагический мать-отец-бабушка. Один из этих персонажей, с которым была особенная связь у главных героев сериала, он потом возникает в виде духа-пуха. И Винни-пуха. И Винни-пуха, да. И сопровождает героев, как-то им помогает. Кстати, Винни-пуха у них не было. Да, оберегивали. Ну, хоть Винни-пуха не туда, понимаешь. Ну, может быть, Чаки где-то мелькала, да я не знаю уже. И он где-то их вот сопровождает. Вопрос в том, что, в принципе, зачарованные вовремя закончили, хотя тоже есть там мнение по поводу того, что, ну, видишь, там как-то было поцветистей, поинтереснее. Они чуть пораньше вышли, и не было их с кем сравнить, поэтому, в принципе, опять же, там героини молодые, свежие, сексуальные. Хотя вот Дин и Сэм являются объектом... Чего-то они тебе не молодые, не свежие, не сексуальные. Я как раз, да, я имею в виду, что на фоне разлагающихся монстров, всяческих люциферов, помершего какого-то там священника, конечно, они даже в своей старенькой машинке выглядят очень-очень возбуждающе. Ну, брутально, брутально так. Ну, кстати... Там же еще саундтрек такой роковый. Да, вот, кстати, за саундтрек очень хвалят первый сезон, потому что он такой классический, и такая цветокоррекция там особенно подчеркнута несколько раз, что вот они такие все-таки гладенькие, загорелые, как будто их вот порошковой краской покрыли. Такие два Несквика едут в Импало за монстрами, и их убивать. А тебе, кстати, кто из них больше нравится? Там их два. Мне нравятся, которые покороче и ростом, и прической, как я понимаю. Тебе-то сбитенькие нравятся больше. Сбитенькие мне нравятся. Ну, друзья, как бы то ни было, мы плавно подъезжаем к теме, которую мы взяли. Мы вам сделали такую небольшую прелюдию, и теперь к содержанию первой серии. Будет спойлер, небольшой, но и, собственно, ничего такого... Как ты думаешь, какое количество людей захотят пересмотреть после нашего обзора или вообще начать смотреть сериал «Сверхъестественный»? А ты знаешь, это первый раз за всю историю наших с тобой «Все в твоих головешных подкастах». Я не агитирую смотреть этот сериал. Вот вообще ни грамма. Ни ради чего. Там нет ничего такого, ради чего я бы сказала, ой, посмотри. Вот, ну, ничего. Ну, посмотри, есть же люди, которые очень любят вот эти штучки про, правда, монстры, сверхъестественные. Ну, надо тогда что-то качественное смотреть и полный метр, наверное, брать. Хорошо, окей. Что бы ты подсоветовал тогда посмотреть вот в этой тематике? Интервью с вампиром. Это же фильм? Да. «Охотники за привидениями». Это же фильм? Да, это фильм. А из сериалов? «Сумеречная зона» — это классика. Это прикольно снято. Это очень интересно. Там есть мистика. Секретные материалы. Это секретные материалы. Да, секретные материалы — это прям вот база, базовая. Зачарованные, ну, если только поностальгировать, потому что там, конечно, есть и драматическая составляющая, и всё такое. Кстати, знаешь, сверхъестественное подхваливают иногда за какие-то вроде как качественные диалоги. Наполненные юмором, безусловно. Ну, там же есть вот эта братская взаимосвязь, братская любовь, и точно они друг друга подкалывают, скорее всего, в каждой серии. Слушай, коллега, я сегодня, наверное, буду антагонистом. Как говорят, хейтер. Хейтер. Ты хейтер? Нет, я не хейтер. Я ничего против не имею, в принципе. Вот оно пускай делается, делается, что-нибудь хорошее в любом случае выделится. Ну, скажем так, если бы мне предложили поспать или посмотреть пару серий сверхъестественного, я бы выбрала первое. Потому что коллаген сам себя не выработает, а Дина и Сэма можно где-нибудь по касательной, там, пока плов готовишь на кухне, посмотреть. Ну, или если вы красивых мужиков совсем не видели, тоже можно. Очевидно, что мы не фанаты сериала «Сверхъестественное». Что поделаешь. Но мы, как профессионалы, люди совершенно объективные, умеющие не тащить за собой в работу свои эмоции, расскажем вам сегодня о том, какие же были взаимоотношения у Дина и Сэма. А это мизогенический сериал. Там мать прибила к потолку в первой серии. Почему мать? Почему не отца? Опять, понимаешь? Опять оставили сериал бессимпатичной, между прочим, женщинам. Потому что мальчики идентифицируются с отцом. У них это же там основная тема. Во-первых, старший брат, младший брат, отец, которого они ищут. Ищут, ищут. Потому что пропал. А там, друзья, это вот как раз тот спойлер, о котором я говорила. Там история такая, что мистически, трагически погибает в первой серии мать, и старший брат Дин и папа, убитый горем муж, начинают поиски монстра, нечисти и сверхъестественной силы врудалака, которую мать утащила не в ту дверь. А в это время младший сын дистанцируется от своей семьи оставшейся и говорит, что хочет жизнь обычную жить и с вот этим всем монстрообразным быть не повязанным, а повязанным с хлопьями на завтрак и белокурой, сожительницей, гражданской своей женой, подружкой, герлфренд и так далее. То есть зачатки нормальной жизни у него были? У него был шанс. В первом сезоне отец в очередной битве за добро и справедливость пропадает в недрах чистилища, куда-то пропадает. И, значит, старший брат, одержимый идеей семейственности и сгоняющих дьявола, врывается в спокойную, еще не отягощенную платежными обязательствами жизнь своего младшего брата и говорит, мы семья, мы должны. Что должны? А парень? Ну, знаешь, там надо отдать должное отцу. А парень такой сидит, скрэмбл свой наяривая. Скрэмбл, да. И белокурая там в коротких шортах что-то ему говорит. Сэндвич, кофе или монстры на завтрак. Или монстры. Или монстры. Или монстры. Лемонстры. Лемонстры – это новое блюдо нашей потусторонней кофейни. Что происходит? В общем-то, продюсеры-хитрецы выявили свою удобную тематику, как мне кажется, вообще обычное дело. Но вот смотрите, абсолютно понятная такая семейная драма каждой семьи. А в чем она драма? Ну, понятно, драма, что родственник пропал, исчез эта драма, безусловно. А в чем драма, разыгрывающаяся как раз в этой ситуации? Ну, в том, что они проразные как будто бы, но их узы братские. Которые вот, да, говорят, что вы братья, вы друг у друга, единственные на земле люди. Ты сейчас говоришь про некий долг. А вот я не знаю, что это такое. Ну, долг, ну, что же, ну, долг, долг. Ну, в общем, два красивых пацана, периодически припирающиеся на тему того, что один из них хочет идти в микроволновку домой вообще новую выбирать. А второй глушить этих монстроподобных, всех этих сущностей хочет все поотстреливать. И потом, очень интересно, они там живут, знаешь, очень интересно. Все время чистые, машина чистая, они, значит, что-то там, ну, видно, не голодают. А монстров убивают за спасибо, Юль. Вот такая американская мечта. Чему учит этот сериал детей? У тебя есть какая-то идея, что все сериалы должны детей чему-то учить? У меня нет идеи. Есть сериалы, которые не направлены на то, чтобы чему-то там научить. А для меня это не более чем развлекательный контент. Это ты так рассматриваешь, потому что ты деформированная уже, тетя Мотя, своей этой... Я сформированная, скажем так, а не деформированная. Нет, все-таки деформированная, потому что я считаю, что любой человек, который глубоко и объемно сидит в своей профессии, он жертва профессиональной деформации. Как я, смотрю на платье, ты периодически там что-то выплевываешь по поводу того, шизоид перед нами или кто-тоид. Может быть, они Юль. Или вонтент его двоид. Ты понимаешь, они, может быть, задачу перед собой такую и не ставили. Да, мы не ставили. Но мы смотрим, и хочешь ты или не хочешь. Хорошо, я согласна. Вот. Да, потому что, опять-таки, после пересмотра Горбецовов я даже немножко стала чувствовать себя так и говорить, мне кажется, иногда фразами из этого сериала. Да, 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 понимаешь? Ты знаешь, я думаю, что у создателей сериала «Клонда», простят меня слушатели, я очень люблю этот сериал, я все время буду его вспоминать, хотите вы этого или нет. У них тоже вряд ли была какая-то задача, там, не знаю, продвинуть рождение близнецов или изучение генетики или еще чего-то. Но я тебе хочу сказать, что после первых просмотров 10 или 15 серий я и мои одноклассницы начали очень активно подводить глаза. А сколько женщин пошло на восточный танц? Сколько женщин начали носить на руках эти золотые браслеты? Ты знаешь, какая была дикая давка на вишняках вокруг вот этих арабских платков? Вообще, нафиг не нужны были никому до этого. А тут сейчас, пожалуйста, все начали на бедрах их таскать. Слушай, я теперь думаю, а что продал сериал «Сверхъестественное»? Вот эту машину, старую машину. Слушай, ну, ты понимаешь, мне кажется, вообще поп-индустрия, она так интересно устроена. Ну, я не знаю, какой там заговор, какая там теория конспирологии и так далее. Но мне кажется, что там есть вот эта сложность. Что хотели показать, а что зрители в итоге взяли. Ну, они хотели показать там борьбу с монстрами и так далее. Что показал сериал «Сверхъестественное», что он дал и что продал, я, честно говоря, затрудняюсь. Как тебе кажется, вот эту идею семейственности он продал? Такая братская борьба против потусторонних сил. Мы вместе, ты мне брат. Ты знаешь, мне кажется, ее больше продал фильм Балабанова «Брат» и «Брат 2». Вот он больше ее продал. Я думаю, что это разная аудитория все же. Да, скорее всего, да. Вот я говорила об этом в подкасте, где мы с тобой обсуждали мистера Бига, где мы обсуждали Бриджит Джонс. Нам вообще с тобой немножко повезло, потому что мы попутешествовали хотя бы здесь. США — это один мир. США — территории секс в большом городе. Это Нью-Йорк и Манхэттен. Это другой мир. И Бриджит Джонс, Лондон из The Capital of Great Britain — это еще другой мир. И здесь я вот еще раз хочу повторить, что следует все-таки понимать об устройстве общества, об эпохе, которая берется на данный момент, потому что что такое сверхъестественное? Это 2005 год. Мы с тобой, помнишь, говорили про эпоху ромкомов, которая там где-то с 90-х, конца 80-х началась. Да, в 2000-е в основном. Ну, слушай, там, в принципе, все начинается с певца на свадьбе, прошлой ночью, ой, как это, «Не спящая в Сиэтле», «Пока ты спал», «Красотка» и вот эти вот все фильмы классные с прекрасным концом. И 2005-й — это как раз конец примерной эпохи ромкомов, классных каких-то таких наполненных сериалов, где было что-то ради идеи, возможно. А дальше уже прет коммерция с технологиями. У нас появились всякие разные там технологии, которые упрощают, увеличивают скорость съемочного процесса. И все-таки кино — это всегда продукт, а сейчас он стал вот прям продуктом, который похож на продукты, которые мы покупаем. Высокая оборачиваемость потребления, поэтому людям, ну, в принципе, все равно, что там будет за содержание, все продастся. Расскажу немножко вырезку из своей такой жизненной ситуации. Она была интересна в то время, когда как раз сейчас пишет мне «Это моя звезда», «Это моя старшая дочь». Она была как раз-таки свидетельницей того, как я пересматривала потрясающий, на мой взгляд, сейчас уже сериал. Она, знаешь, что мне говорят? Я смотрю серию, там же и диалоги довольно такие длинные. Несмотря на весь экшен, для меня очень динамичный сериал «Игора престолов». Она такая посмотрела со мной немножко и говорит, «Мам, а вот тебе не скучно это смотреть?» Я говорю, в смысле? Она говорит, ну, так все медленно. Какие-то очень медленные диалоги длинные, какие-то очень длинные сцены. Она говорит, тебе не скучно? Вот тебе, пожалуйста, клиповое мышление здесь и сейчас. Совершенно верно, это то, о чем говорили. 12 лет скоро будет, хочу напомнить аудиторию. Да, это то, о чем говорит Паевская, то, о чем говорит Черниговская, о том, что мы сейчас… Ты хорошее слово сказала, клиповое мышление, скролловая… Моторика, скролловая моторика. Ты знаешь, я тебе на полном серьезе говорю, кто-то из умных людей сказал, что у человека через 20 лет строение кисти поменяется, потому что у нас сустав будет, наверное, уже как у обезьян скоро. Мы назад к привычному идем. Мы не можем читать книги долго. Знаете, какие сейчас есть практики? Остаться наедине с самим собой. Хереть практика. И ничего не делать при этом. На полчаса примерно предлагают. Сейчас просто миллениалы, вернитесь к экранам, вспомните, как наказывали в детстве. В ковер стоишь, смотришь. Два часа. Мать борщ сварила, белье повесила. Там просто Мария началась, бабушка пришла, отец с работы пришел. А ты стоишь и смотришь в ковер. Если разница между детьми большая, родители легко могут забыть, что старший ребенок – прежде всего ребенок. Это приводит к формированию комплексов и синдрому старшего брата. Хотя такие люди вырастают сильными личностями, им тяжело выстраивать здоровые отношения. Как правило, они избегают привязанности и не умеют говорить о своих чувствах. В случае с Диной Винчестера так и произошло. После трагической гибели матери, мальчику не оставили время на горевание. Дину пришлось сразу стать защитником для Сэма и отказаться от собственных чувств и эмоций. И в результате братья попали в созависимые отношения друг от друга. Если бы Дин обратился к психологу, у него, скорее всего, получилось бы справиться с синдромом старшего брата, начать жить свою жизнь и принимать Сэма как отдельную взрослую личность, которая не нуждается в постоянной защите. Истории фикшн-персонажей часто несут в себе ценные уроки для зрителей. Однако внедрить их в свою жизнь бывает непросто. Обладеть основами психологии в теории и на практике поможет партнер нашего подкаста онлайн-школы психологических профессий «Психодемия». Обучение здесь выбирают не только за возможность освоить новую профессию, но и качественно улучшить свою жизнь. У «Психодемии» множество курсов по самым разным направлениям – от коучинга до сексологии. А мы рекомендуем начать с «Основ психологии». Это база, благодаря которой вы узнаете, как проживать эмоции и строить эффективную коммуникацию с окружающими, как работает мышление и как тело связано с сознанием. Обучение «Психодемия» основано на научном подходе с заказанной эффективностью, а информация подается простым языком, так, чтобы понятно было как новичку, так и профи. Здесь не душат теории, а учат безопасно внедрять новые навыки в свою жизнь. Если вы хотите лучше понять себя и окружающих, найти в себе силы и вдохновение достигать целей, а также узнать, как достичь персонального счастья, то переходите по ссылке и регистрируйтесь на курс «Основы психологии». А для тех, кто решится прямо сейчас, «Психодемия» дарит скидку 15% по промокоду REDBARN. Приложение действует до конца марта 2024 года. В общем-то, мне кажется, что сериалы и прочий шум визуальный, аудиальный, он направлен на то, чтобы не снизить нашу тревогу, а просто её заместить. Безусловно, просмотр сериалов – это выработка быстрого дофамина. Это когда удовольствие очень быстрое приходит. И, например, когда я начинаю смотреть какой-то запредельно длинный сериал, для меня это очень тревожный звонок. Потому что для меня это, так или иначе, некоторый такой, знаешь, эскапизм, уход вообще от реальности, от того, что происходит во внешнем мире. Потому что иметь связь с героями, которые есть на экране, которые и за дня в день она поддерживается, это может быть довольно забавно, легко, интересно. И потом я часто замечаю, что я начинаю скучать, когда сериал закончится, или каким-то героем, что я больше не внутри этой сказки, или не внутри этих событий. Мне приходится искать развлечения себе, другого порядка. Это похоже на первое знакомство с очень приятным тебе человеком. Я вот так недавно говорила со своим другом, который похож на брата, которого у меня никогда не было. И мы с ним вместе пришли к тому, что иногда хочется что-то забыть, вот чтобы у тебя прям отрезало. А, мы говорили с ним о фильме, о каком-то фильме. Это был фильм «Один день», знаешь его? Такая потрясающая романтическая история в главной роли Энн Хэтуэй. Вот этот фильм я вам, друзья, очень рекомендую. И там фильм о лучших друзьях, и когда-то мы его вместе посмотрели, и он говорит, блин, какой хороший фильм. Знаешь, иногда хочется забыть, что ты его видел, посмотреть и заново испытать вот эти чувства. Удовольствия много. Очень много удовольствия. Так говорила про брата. У нас сегодня тоже такая братская тема. Братское сердце. И кто-то из них старший, а кто-то младший. Да. Ну и что там за проблемы есть у этих людей? У этих людей, которые старше, которые младше, на самом деле исследования проведены, результаты есть, выводы сделаны, что порядок рождения в семье влияет на особенности человека, влияет на его личность, на его интеллектуальные способности, влияет на то, как он будет поживать. Как ты думаешь, как это может влиять? Вообще есть ли разница? Смотри. Есть второй ребёнок, есть с пола уже. Это если я по себе. Слушай, ну как влияет? Наверное, мне кажется, что когда первый ребёнок рождается, то там всё время меряют ему температуру, воду кипятят, лаврушку туда кладут, боятся, чтобы он не расшибся. Смайлики на лоб клепят. Если серьёзно, я думаю, что о первом старшем ребёнке больше заботятся, больше его как-то берегут и всё такое прочее. Но вот потом появляется второй. И старший. Старшему резко начинают говорить. Ты уже большой. Да. Ты старший брат. И тот вместо хрустальной вазы превращается в металлический ковш. Как такая перемена может действовать? Слушай, только сейчас к этой мысли пришла. Ты представляешь? Ты хитрая. Этот процесс называется свержение струна. Вот тот процесс, о котором ты говоришь. На самом деле, друзья, как часто вы слышали вот эту идею, что, господи, так они же в одной семье родились, в одной семье воспитывались. Чего они такие разные? И это удивляет родителей, бабушек, учителей в школе, например, учителей моих детей. Это очень удивляет, как две такие разные девочки воспитываются в одной семье. Но на самом деле, это абсолютно разные люди. Это безусловно. Дело не только в задатках, способностях, характерологических, каких-то историях. Это дело ещё в рождении, в порядке рождения. Первый ребёнок, первого ребёнка есть опыта. Вот это есть божественный опыт полноправия. Он единственный в семье. Нет никого. У него нет соперников, нет конкурентов. У него их нет. Когда рождается следующий ребёнок, у старшего как раз-таки идёт вот этот процесс свержения строна. Это абсолютно естественный, нормальный процесс. Потому что, ну, вот так случилось. Кому-то выпадает родиться старшим братом, кому-то выпадает родиться младшим братом или младшим сестрой. И я знаю, что многие родители сейчас очень переживают. Они как-то, да, вот зациклены в том месте, где, боже мой, сейчас там у его Егорчика, у Лизочки или у Максимки появится младший брат. Они начинают заранее уже сильно по этому поводу переживать. Ну, наученные, не могу сказать, что наученные горьким опытом, а наученные, ну, такой популяризации психологии, они вот думают о подарке дарят, да, от младшего брата, когда из роддома приезжают. Знаешь, такие вообще практики. Что они старшему ребёнку дарят подарок, что вот эта твоя маленькая сестричка или твой маленький братик вот тебе сейчас из животика там его фактически достал. Я даже не слышала никогда. Да, есть такая практика. А зачем? Родители заранее уже сейчас научены, да, знают о том, что, ну, вот как-то это может повлиять на то, как старший ребёнок будет реагировать. Ну, мы говорим сейчас про ревность какую-то, про некоторую. Сёстры и братья, кроме цветов одежды, есть какая-то разница в этих связках? Ну, это мужчина, это женщина. Ну, это понятно. Ну, приблизительно такая разница. Приблизительно две разницы. Две разницы, да. Слушай, ну, а вот у тебя была такая штука, когда у тебя двое дочерей? Да, у меня двое дочерей, у меня была другая штука. Это абсолютно проекционная, с моей точки зрения. Я страдала как будто бы за старшую дочь. Я понимала, что происходит. Я понимала, я думала, а как ей будет, да, что она была одна, и всё для неё, и тут сейчас появится кто-то другой. И знаешь, я как-то воспринимала, приблизительно, как если бы появилась, я не знаю, вот у меня, например, соперница. Вторая жена. Да, вот примерно для меня, вот по ощущениям, это было вот настолько ужасно. Так вот, вернусь про порядок рождения. На самом деле, ребёнок начинает думать, а что-то не так. Конечно, он не думает это прям, так, знаешь, в цвет. Но он начинает замечать, что что-то изменилось, правда. Вот мама уже не полностью моя. Мать уже не та. Мать уже не та. Ой, я не могу. Моя не полностью. Папа тоже мой как-то не полностью. Значит, со мной что-то не так. Ему очень сложно осознать тот момент, что просто сейчас появился второй малыш. Конечно, трёхлетке это осознать невозможно. Почему я говорю трёхлетка? Потому что, ну, это как в моём опыте какая-то классическая схема появления второго ребёнка. Не только в моём, а судимые большинства знакомых и в моём таком прошлом опыте, где я старшая дочь. И я хочу сказать, что это, ну, так, для тех, кто собирается, там, рожать второго ребёнка, я хочу порекомендовать то, что и сказать, что это, ну, самый маленький срок между появлением двух детей. Ты знаешь, что гинекологи женщины, часто вот я слышу такое. Знаешь, есть эта стадия, когда женщина вот только родила и спрашивает, а когда можно второго? И моя доктор, я её очень уважаю за её авторитет, она бабушка шести внуков, на минуточку, которых всех родила одна её дочь. И она мне сказала, вообще года три, но как мать, я вам советую лет пять сделать перерыв. Почему я говорю как психолог года три? Я поддерживаю года три, потому что как раз-таки есть определённые задачи раннего развития. Мы уже об этом говорили 157 раз, да, когда появляется младенец, ему нужно время, ему и его значимому взрослому нужно время, чтобы, скажем так, дорастить, досозревать определённые психические структуры, получить ту самую любовь, нежность, обожание, многообъятий, эксклюзивность этих объятий. Это очень важно. И процесс сепарации начинается приблизительно в три года. Это то время, когда ребёнок может, ну, ему легче будет начать... Да, начать отделяться, и поэтому тогда появление младшего брата или сестры в этот период не будет... Будет, конечно, трагическим для него, безусловно, но не будет настолько разрушающим. То есть он останется, ну, понимаешь, чем неголодным. То есть он возьмёт своё, он успеет взять своё, потому что когда появляются погодки, вот я особенно смотрю, как погодки развиваются иногда, и старшие дети, это, ну, это в поиске любви потом бесконечно остаётся. Это не приговор, друзья, ещё раз хочу сказать. Я вот как раз хотела сказать... Это про тенденцию, про некую больше. Эта тенденция касает, как ты сказала это слово, нуклеарные семьи. Нуклеарные семьи. Да. Это когда мама, папа и ребёнок. И малыш, и попугайчик. Вот смотрите, мне кажется, что если вы везунчик, слушающий нас из большого дома, где живёт мама, папа, бабушка, дедушка, тётушка, дядюшки, племянники и так далее, да, или у вас семейная система вот такая крепкая, где вы видитесь не только на Рождество и Новый год и на дни рождения друг друга, если вы постоянно ходите друг к другу в гости, кто-то может посидеть с чем-то ребёнком, там, да, открой мою квартиру, там пришли ремонт, и всё это вот вы варитесь в этом семейном котле, то, может быть, и не нужны такие перерывы. Если вы хотите рожать, рожайте как хочется. Потому что, ну, наверное, маму заменить невозможно. Невозможно. Нет, если, смотри, если есть, ну, с ребёнком какой-то значимый взрослый, это может быть не мама, но если за отсутствие мамы, понимаете, если мамы нет. Если мама есть, кто гладит, ласкает, кормит, заботится, нежно смотрит в глаза, но обычно это мама в классическом варианте. Ну, у наших Дина и Сэма мамы-то быстро не стало. Это трагедия. Как переживает её ребёнок и как младенец, ну, он просто не помнит, да, потому что там Сэм был совсем малышом в кроватке маленькой, а там Дину было там сколько, по-моему, года четыре. А как ты вообще понимаешь вот это понятие синдром старшего брата? Мне прямо интересно, вот я с тобой разговариваю как с человеком, ну, приближённым, да, к психологии, но всё-таки не... Я уже, знаешь, в какие-то моменты я хочу быть очень далека от всего этого. Я понимаю. Я, слушай, сама этим грешу. тоже бывает очень хочу. А ты ведь меня предупреждала. Да. Но смотрите, друзья, всё-таки я человек, хоть и близкий, я иногда ночую с психологом, но я всего лишь женщина. Я это понимаю так. Это какая-то гиперответственность, может быть, какая-то излишняя опека младшим, что о нём надо заботиться, следить, смотреть, оберегать. Вот смотрите, да, возьмём опять нашу страну и её устой, какие-то такие, которые ещё задержались в нашей голове. Тебе восемь, брату четыре, и мама пошла куда? Там, на рынок, например. И говорит, смотри, если что-то с ним, я тебе... И это повторяется много-много-много раз. Конечно, не все мамы так говорили, но старший ребёнок примерно понимает, что если вы сейчас чего-нибудь там разобьёте, или зелёнку на ковёр разольёте, или все конфеты найдёте и съедите, то достанется, скорее всего, кому больше? Старшему ребёнку. Старшему ребёнку. Достается больше старшему. Ты очень правильно говоришь тогда про гиперконтроль, гиперответственность, гипертревожность тогда из этих историй вытекает. Достается больше вот эта вот вся негативно-воспитательная часть. Если есть младший. Если есть младший. А если есть конфеты, то сначала ему, потому что он маленький. Да, в том-то и дело, понимаешь? И вот для меня это вообще какая-то несправедливость. Я когда смотрю, когда в таком ракурсе воспитываю детей, мне очень горько становится. Почему я должен делиться своим, если я старше? То есть он маленький. Но купить ему что-то своё. Зачем ему надо отбирать у меня? Я это очень хорошо помню на примере своих детей. Но как мне кажется, я не нагружала старше. Да там ещё смысла не было нагружать. У них разница там два года и одиннадцать месяцев. Поэтому ещё возможности нагружать у меня не было. Но это правда происходит. Это происходит повсеместно. Как ты говоришь, что очень красиво я привела такой пример во многих семьях, что старший ответственен за младшего. И он эту ответственность потом либо несёт всю свою жизнь, либо в конце говорит, а идите-ка вы все друзья. Это была бы более здоровая стратегия. Я устала. Я устала, я ухожу. На мой взгляд. И здесь мы не только говорим про ответственность и заботу над младшим. Это вообще про замену родительской фигуры для младшего ребёнка ещё может идти речь. Кроме вот синдрома старшего брата, что будет ему сопутствовать? Это точно комплекс вины и комплекс всемогущества. Друзья, вот если вы тот человек, которому кажется, что всё зависит от него, что абсолютно только он причина всех своих бед или каких-то чужих бед, это называется комплекс всемогущества. Комплекс супермена. Комплекс-то супермена, комплекс всемогущества рождается он тогда, в тот момент, когда родители требуют от себя выполнения задач, не соответствующих твоему возрасту и психологическому статусу. И должностной инструкции. Абсолютно, да. Но дело в том, что многие родители, к моему большому сожалению, вообще не знают, как развивается психика ребёнка, и они требуют от пятилетки гораздо больше, чем он может. Или от семилетки больше, чем он может. И это касается как раз-таки и заботы о младших братьях или сёстрах. Да, друзья, смотрите, как это происходит, как у меня родилось такое понимание. У меня двое детей, между ними почти пять лет, четыре с половиной года разница у них. И вот какая штука произошла. Моему младшему ребёнку был год, старшему, соответственно, шесть с половиной. И это был очень сложный год. Год рождения ребёнка, переменные локации моей работы, переезд. Ребёнок пошёл в первый класс, старший, начал к нему готовиться. Просто, ну как сказать, очень сложно. Если без ненормативной лексики, то очень сложно. И вот я сижу, слава богу, для моего терапевта душевного, она была онлайн, потому что мне кажется, я бы трясла её за плечи и говорила, почему он не может? Она очень терпеливая мне женщина, говорит, а что вы хотите? Ведь он всего лишь маленький мальчик. Меня эти слова как громом поразили. Вот интересная штука. Мы все знаем, что такое есть маленький ребёнок. Мы все знаем, что такое есть младенец. Мы все знаем, повторяем эту фразу, ну ты же взрослый человек. И вот эта вот накатка из терминологии, осевшей в нашей голове, без осмысления того, что мы говорим, прекрасное выражение, без осмысления того, чего мы говорим. вот то есть, понимаешь, я некоторое время назад увлеклась и морфологией, и изучением того, как вообще строится язык, что из себя каждое слово представляет. И это совпало с глубоким таким периодом в психоанализе. Я начала так хорошо слышать, что вокруг говорят люди, что я говорю сама, что это стало ужасным камнем преткновения в диалогах со всеми людьми, особенно с теми, кто не выдерживает того, вот там свекровь пришла в гости, и двое детей вьются вокруг нее, и маленькая еще плохо ее знает, не так часто видит, и не хочет, не активно бежит к ней на руки. И она стоит и говорит, ну конечно, конечно, правильно, бабушка плохая, бабушка плохая. Я стою в это время, говорю, что ты такое говоришь? Глаз дергается даже у меня сейчас. А она в этот момент говорит, ну что ты цепляешься к словам? А к чему же еще цепляться, друзья? Это послание. Слова это послание. Конечно, именно на этом зиждятся все эти говнокурсы. Правильно формулируйте свое намерение. Друзья, это все, ну конечно, информация часто исходит от людей, которые по верхам похватали, да, и никакого там базового образования, глубинных знаний на эту тему не получили, да, поэтому вам в руки учебник по семейной там какой-нибудь психологии или вообще еще лучше терапия. Потому что ты очень важную вещь сказала. Мы не знаем, как устроена психика ребенка. Я некоторые вещи узнала в только что лет, и я такая думаю, да черт возьми, почему же мне этого раньше не сказали? Столько бы проблем ушло. Почему же мне раньше не сказали? И я в связи с этим у меня вопрос. Вот как ты считаешь, как специалист, если бы была такая дисциплина, как теория устройства семейной системы, ну что-нибудь, вот как-то я это сейчас вот так набросала, ее в каком бы возрасте стоит давать? Ты помнишь, я не знаю, у вас уже, наверное, этого не было, но в 10-м классе, по-моему, у нас еще была основа семейной жизни. Ух ты! Была же такая дисциплина. Это в вашей военной части, что ли? В школе. Мне кажется, чуть раньше, мне кажется, вот у моей мамы точно еще это было. Или что-то между нами, основа семейной жизни. Был такой предмет. 10-11 класс. Прокуртативно в большей степени. Кто его вел? Ну, человек. Обычно какой-нибудь. Трудовик. Вот примерно таких профессий. Друзья, если у кого-то был такой курс основы семейной жизни, пожалуйста, помашите нам и расскажите, как это было устроено. Ну, где-то я на задворках своего сознания помню о таком. Нет, я на самом деле, когда рожала детей и уже тогда была психологом, слава богу, не все знающим еще, но уже была. И я точно была уверена, что прежде чем зачинать ребенка и вообще собираться его рожать, нужно знать какие-то элементарные основы детской и возрастной психологии. Вот. Я точно за это бы руками и ногами. Абсолютно точно. У меня есть подруга одна, она не верит совершенно в психологов, отрицает вообще возможность получения помощи из этой области знания. Из этой области знания, да. Ты знаешь, кстати, я недавно получила такую информацию, когда я изучала биографию Михаила Зощенко, это знаменитый русский писатель, сатирик. В 1928 году начал человек посещать, психолога. Образованный человек? Очень образованный, это его изгубило в конечном итоге, наверное. Для меня это показалось образованностью, открытого мышления. Хороший термин, открытое мышление. Антагонист ему квадратное мышление для меня? Квадрат — это еще и какое-то ограничение, да, ограда какая-то от жизни, от всей, потому что туда нельзя, а туда тоже нельзя. И оттуда нельзя. Очень грустно. Вот так же, мне кажется, грустно было одному из наших братьев-персонажей, потому что один оставался в рамках своей старше-братской идеологии, тому, что он должен оберегать, быть рядом все время и так далее. Даже душу продал потом. Он ограничен был этим. А второй-то тоже был ограничен. А второй был ограничен совестью, долгом. Потому что, в принципе, если брать человеческими какими-то килограммами взвешивать, то это два хороших парня. Безусловно. Думаю, хорошие, правда. Они, правда, они добрые, они веселые, они спортивные, там, да, никаких вредных приучений. Вообще вот, нет, слушайте, друзья, я, простите меня, я покаюсь публично. Я вам советую все-таки посмотреть этот сериал, потому что это один из немногих, где нет наркоманов какой-то красной нитью прокатанной гендерной или ЛГБТ-темы. Сериал про здоровых пацанов, которым нравятся девчонки, которые борются со злом. В принципе, в принципе, не такой уж и плохой сериал. Во многом, может быть, даже превосходит последний сезон секса в большом городе. Ну, конечно же, точно не с точки зрения моды. Второй тоже ограничен. Второй ограничен долгом. Только другого толка. Он младший, и он ограничен авторитетом своего брата. Да? Младшие. Вот посмотри, про старших мы поговорили, а младшие дети от чего страдают, по-твоему? Интересно. Нет, по-вашему, по-психологическому. По-нашему психологически, от чего страдают младшие дети? Я тебе напомню. Я маленькая, мне 4 года. Темная комната, полированный бабушкин шкаф. У меня была двоюродная сестра. На 9 лет меня старше. У меня страшные приступы гастрита, ужасная диета. Лет 5, наверное, мне было даже. И диета, диета. Все нейтральное, вареное, тушеное, несоленое. Очень мне нравилось в то время наворачивать вареные яйца. И так как семья у нас была зажиточная, разные экзотические фрукты бывали в доме. Ананас и шоколадки. И моя старшая, двоюродная сестра, мы жили все одной семьей, она зажала меня в темном углу, пока бабушка там овощную икру на сковородках делала. и говорит, Кать, а ты знаешь, что ты не наша? Я говорю, как не наша? Она говорит, а Оксана шла из магазина и нашла тебя в луже, ты лежала там и плакала. И она тебя просто пожалела. Оксана, это моя мама. Она принесла тебя домой, мы тебя оставили. И когда ты засыпаешь, бабушка дает мне вареное яичко и ананасик. Вот от чего страдают младшие дети, пока ты дома. Нет, это точно я понимаю, потому что мой младший брат до сих пор жалуется, ему 36 лет, друзья, и он до сих пор жалуется матери, что я его била табуреткой. Безусловно, но это результат того, что делают со старшими детьми. Потому что, безусловно, та злость некоторая, которая у ребенка будет скапливаться, ему куда-то что-то надо с ней делать. Если у меня слишком много ответств, смотрите, это же история про ответственность, вину и всемогущество, это очень рядом такие блуждающие темы. Потому что, если я все могу, как вы считаете, дорогие мои родители, значит, мне все и дозволено будет с другой стороны. Я могу регулировать, особенно, когда мы остаемся вдвоем, наедине с своим младшим братом и сеторой, я могу как-то регулировать наши с ним отношения. Моя старшая дочь, она очень раздражается, потому что Соня никак не хочет регулироваться ею. Ну, давай так, среди твоих детей на двоя бабка сказала, кто старше, а кто младше. Соня просто меньше роста. Она никак не хочет регулироваться. Знаешь, чего я замечаю? Что когда я даю им какое-то задание, я вот эту прикольную штуку, вот почему старшая и младшая, там что-то сделать по дому, там вынести мусор или там много чего. Ева начинает привлекать Соню, потому что это задание общее. Соня начинает говорить, что она делать не хочет, а Ева понимает, правда, она понимает, что ответственность, вот понимаешь, она так или иначе, это вплетено, ответственность на ней, она начинает очень беситься и раздражаться на младшую, что та не слушается, ведь мама сказала сделать. Обеим? Обеим. А, конечно, я говорю, делайте обе, а поделите как-то между собой сами. И вот это, наверное, мой провал. Почему? Ну, не удается им поделить, у них задание на двоих заканчивается часто, ну, они не всегда могут договориться. Юль, ну, у тебя тоже мышление клиповое, Москва не сразу строилась, что ты хочешь от подростка и полуподростка? Они уже обе подростки. Ну, ладно тебе. Я думаю, что здесь, знаешь, чего родителям следует отпустить? Самый сильный бич родителей – это ожидание. Вот, мне кажется, ожидание. Это как ожидание от свидания, примерно то же самое, с незнакомым мужчиной, так же самое ожидание от своих детей. Я, когда слышу от мам, ой, моя девочка, такие ноги у нее, отдам ее на гимнастику, будет гимнастик. Через три минуты мы уже на Олимпиаде с ее ребенком, а ребенок не то, что в сторону гимнастики, он вообще туда не смотрит. Вот эти вот ожидания, проекции, собственные, незавершенные. Как-то замахнулась. Ну, а что? В тот момент, когда родители перестанут что-то ожидать от своих детей, психотерапевты лишатся работы. Вот. А этого никогда не произойдет, я вам могу сказать точно. Это ты по дереву постучала, я слышала. Слушай, ну, честно говоря, конечно, хотелось бы, чтобы все вы остались без работы, переориентировались на что-нибудь другое. Потому что, как сказал один из многочисленных душеведов, которых я сейчас много, ну, огромное количество наблюдаю, сказали, что депрессия растет, поэтому без работы мы не останемся. Растет она в геометрической прогрессии, мне кажется, и депрессии, и различные расстройства и так далее. И вот там была такая интересная статистика про 30%, что у 30% населения Земли есть какие-то психические расстройства. Ты что-нибудь знаешь про эту статистику? Про эту конкретную статистику не знаю, но знаю, что депрессия выходит на второе место после сердечно-сосудистых заболеваний по всем мире. Так вот, а интересная история где мир, где у психотерапевтов нет работы, мне кажется, об этом можно пофантазировать. Сценарий для сериала. Сценарий для антиутопического некого сериала, да. И, кстати, такие фильмы пытались снимать, ничего хорошего это обычно не заканчивалось. Давай вернемся к тому, как один из братьев продал свою душу нечистому, чтобы брат его вернулся на Землю, и потом они вместе за это, а потом тот, который выжил, пытался спасти душу брата. Ты поняла, как они закрутили? Вообще, с ума сойдешь. Какая там психология? Там демонология и оккультизм правят бал. Вот здесь глаз за глаз, братская кровь и все эти... Мы же братья. Кстати, вот смотри, у термина «братская любовь» намного теплее коннотация, чем, например, противовес любви сестринской. Она другая. Почему? Ну, потому что братья... Ты так просто говоришь, понимаешь, с таким посылом. В голосе вот это есть некая... Даже вот я не могу сказать, что это тепло, какая-то твердость. Твердость. Твердость присутствует. Да, братская любовь. Ее не разбить, не разрушить, не расколоть. А женская дружба, и вот это вот все, оно такое там вилами... А сестра, сестра тепло костра. Огонек свечи в ледяной ночи. Почему так? Это опять патриархальный мир? Или в этом и правда что-то есть? Отношение между мужчинами крепче? Вот, слушай, а для милого дружка хоть сережку из ушка. Это поговорка моряков. Люди, которые вместе служили, или войны действия прошли, или что-то еще. Вот сейчас будет немножко семейного эпоса. Ну, смотри, у меня есть папа. Служил он в армии. В армию он попал с парнем из своего же города. И они в прикол решили назваться братьями. Ну, двоюродные фамилии разные. Чтобы их в одну роту там или дивизион, не знаю, как называется, записали. И ты представляешь, моя бабушка в тот момент, она была одна уже, дедушки не стало. И она была старше намного, чем другие женщины. И мама папиного сослуживца носила ей продукты, чем-то помогала. Только по факту того, что ребята написали домой письма о том, что вот, ха-ха-ха, мама, мы тут с Серегой, значит, побратались. И ты представляешь, этой дружбе уже больше 35 лет, Юль. Больше, чем мне. И по сей день они считают друг друга семьей. Просто вот так. Человеку нужны связи с другими людьми. Это абсолютно нормальная потребность, я даже считаю. Абсолютно. Я всегда об этом говорю, что человеку нужен человек. А если, ну, братья или сёстры становятся друзьями... Слушай, я вот, наверное, хотел бы, чтобы у меня была сестра, с которой я была бы дружна. И я бы хотела, чтобы у меня была сестра очень сильно. Или старший брат, знаешь, что я такая... Ну, он уже как старший. Сестрёнка, вот сестрёнка. Ты знаешь, у меня есть очень близкие мне подруги. Мне повезло. У меня две пары сестёр. Обе погодки. Я недавно одну из них поздравляла с днём рождения. По телефону мы обсуждали здоровье наших мам, потому что все друг с другом знакомы. Мы с первого класса вместе. Даже круче, чем бригада. Мы все живы. Она говорит, ты знаешь, мы вот с Кирой можем вообще не разговаривать. И я знаю, что они могут вообще не говорить. У них ментальная связь. Они сидят друг с другом и обмениваются. То есть достаточно полувзгляда для того, чтобы что-то стало понятно. Я не знаю, можно ли мечтать о большем. Вообще. Это потрясающе. Сейчас без всякого я не накидываю абсолютно пуха. Это и правда такие отношения. Если они поругались, это феноменально. Это вот, ну... Ты слышала когда-нибудь молчаливый ор? Вот они орут друг на друга где-то, но только им обеим доступным частотам. Понимаешь? Радио двоих. Это стоит дорогого. Это что-то сверхъестественное. Сверхъестественное. Я не знаю, можно ли это, друзья, воспитать. Мы вот сегодня с вами затронули здесь всё. Ну, давай что-то резюмируем. Возможно, нас слушает чей-то младший брат или старший брат или сестра, например, братьев двоих, которые наблюдают всю эту историю, или мама. Двоих мальчиков. Я начну с послания всё же родителям. То, что ты сейчас сказала, это прекрасный пример взаимоотношения между братом и сестрой. Вот культивировать и воспитывать дружбу между ними, ну, для меня это вот так, Это то, на что стоит потратиться. На что стоит, безусловно. Потратиться, это то, куда надо вкладывать. А культивировать гиперответственность старшего ребёнка, ну, друзья, пожалуйста, давайте избавим старших детей от своих функций и задач. Они не обязаны, они никому ничего не должны. Они тоже дети, просто старше, чем младший ребёнок. Они просто старше. Но это не делает их взрослыми. Это не делает их взрослыми. И равными вам по обязанностям. Знаешь, А не надо их делать преждевременно взрослые. Тут преждевременно взрослые люди это бесконечные дети в своей взрослой жизни. Парадокс. Парадокс человеческой психики. Ну, друзья, очередной наш подкаст, который пропагандирует глубокое изучение персонажей с точки зрения психологии и других сторон личности через разные парадигмы. Разреши, я закончу его всё-таки тем, что детей воспитывать не так уж и сложно. Особенно, если вы это сделали с собой. Смотрите хорошее кино. Оставайтесь с нами. С вами были Юля и Катя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова